Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу, запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Компания Valve постоянно проверяет наличие стороннего софта в своих продуктах. В недавнем времени большое количество пользователей столкнулось с такой ошибкой. Система баг не смогла проверить игровую сессию при запуске CS GO. При данной проверке происходит поиск подгруженных в игру файлов, которые не имеют цифровой подписи и блокируют их. На нормальных аккаунтах такая ошибка может возникнуть вследствие неправильной настройки системы. Скорее всего, приложению просто не удается добраться до файлов и библиотек, было сброшено соединение или заблокирована система. Итак, давайте рассмотрим по порядку, в чем может быть причина и как ее решить. Первым делом, попробуйте выйти из аккаунта Steam. Перезагрузить компьютер и заново зайти в аккаунт и запустить игру. Если это не помогло, выходим из Steam и запускаем его заново, но запуск производим от имени администратора. Правой кнопкой мыши по RLQ запустите от администратора. Запускаем CS. Если эти простые способы вам не помогли и на экране возникает та же ошибка, идем далее. Закрываем CS. Steam оставляем открытым. Открываем окно служб и проверяем запущена ли служба Steam Client Service. Если она не запустилась, запустите ее. Или попробуйте перезагрузить компьютер. При запуске клиента она должна запускаться автоматически. Перезагружаем компьютер. Запускаем Steam от имени администратора и проверяем работать ли игра. Если служба не запускалась, то это вам должно помочь. В большинстве случаев эти решения помогают избавиться от ошибки. Если это не помогло, попробуйте очистить кэш программы. Для этого открываем Steam, переходим в настройки, загрузки и здесь жмем очистить кэш загрузки. После этой манипуляции вам нужно будет заново пройти авторизацию. Если ошибка не исчезла, проверьте файлы на целостность. Кликните правой кнопкой мыши по игре, свойства. Здесь откройте вкладку локальные файлы и нажмите кнопку проверить целостность файлов игры. После этого попробуйте ее запустить. Еще одна из причин может быть антивирус или бронмауэр. Попробуйте на время их отключить и запустить игру. Если это помогло, добавьте папку Steam без исключения вашего антивируса. Также попробуйте следующую команду. Открываем окно выполнить с сочетанием клавиш Windows Plus R и выполняем ее. Если путь в программе отличается, укажите свой. Еще одна из причин может быть отключенный депп, из-за чего вакт его не идентифицирует. Попробуйте сделать следующее. Откройте командную строку от имени администратора и выполните следующую команду. После перезагружаем компьютер и проверяем запуск игры. Если на вашем ПК есть несколько учетных записей пользователя, проверьте выполнение входа с профиля администратора. Если вы вошли под пользователем, возможно возникновение такой ошибки. Потому как в обычных пользователей может быть недостаточно прав. Проверьте настройки сети и попробуйте перезагрузить роутер. Это вам должно помочь. А на этом все. Надеюсь данная инструкция помогла вам решить данную ошибку. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok